Балтийский вокзал Уважаемые пассажиры Ну вот, собственно, мы уже подъезжаем к этой самой станции Вот, кстати, приехали сюда на Балтийцы, и напротив нас тоже Балтийцы, надо же И все это происходит, где вы слышали И вот, знаете, станция далеко не новая, но посмотрите, как все шикарно сохранилось Еще со времен Советского Союза Можно сказать, по питерским меркам, Балтийская совсем не глубокая И открыта она В составе первой очереди Красной линии То есть совсем Ленинградско-Петербургский метрополитен Губина всего 40 метров И вот какие тут архитектора Но я еще не все показал Вы посмотрите Какая тут хитрая выштамповочка на камне Видите как? Ну вы сейчас удивитесь еще большему Авторы, художники, Рублевы, Отец и Сын 1955 год Ржачно, не правда ли? Ну вот тут, правда, 1917 Революция, Аврора Вот, кстати, посмотрите тут, какие вентиляционные отверстия Выполнены они из авиаля Ну теперь пойдемте на прогулку по станции Вообще тут очень интересно Освещение рикошетное Такое мягкое Ну, конечно, станция получилась такая же мрачная Как какая-нибудь Козья Свобода в Казани Ну или как в Нижегородском метро Очень много мрачных станций Потому что освещение работает едва ли наполовину И сейчас Откроется путевая стена И мы ее помониторим Посмотрите Как выглядит Дверь Куда-то не то в вентиляцию Не то в какие-то другие производственные помещения А вот порталы Таделей Довольно забавно И вот видите Тут как бы выполнена В виде волны Все-таки Это напоминание о том Что Санкт-Петербург Это крупнейший город на Балтийском море И как бы Такое первоначальное происхождение Название станции метро Вот тут желоб безопасности Как обычно Чтобы если что Можно было залечь Ну И вот Здесь вот уже Скромные лапы дневного света Но Расположены они Весьма правильно Да-да Это вам не технолог Ну Вот еще один портальчик Вот тут Какие колонны С этой стороны Станция-то все-таки Трехпролетная Вон видите Балтиец туда уезжает На Нарскую Его немножко видать Вот тут мониторчики Зеркала И скоро Мы окажемся На эскалаторе Обратите внимание На вот эти прикольные ворота А после них Сразу же следует Гермозатвор Да Но тут К сожалению Эскалаторов Всего три Один из которых Еще и не работает Вот как было Три эскалатора При Берии Так и при Путине Три эскалатора Ну Как так? Я не понимаю Неужели Нельзя Сузить Балюстраду? Да Да нет Это конечно Можно Но правда Балтийская, наверное, тогда год работать не будет, потому что потребуется жесткий капитальный ремонт. Выход-то тут всего один, но зато посмотрите на эту отделку эскалаторного хода. Такое ретро. Это, знаете ли, все-таки еще при Берии делалось как-никак. Еще Хрущев не успел прийти, да выдать этот указ о запрете архитектурных излишеств. Да, дорогие мои зрители, разрешите обратиться. Огромное спасибо и хороших заработков тем, кто поможет. Любой копейка, хоть на сигареты. Помочь можно по номеру плюс семь три девятки восемь шесть девять девять пять девять один. Банк на ваш выбор. Вы должны заметить, что эскалаторы старого образца, вот так вот отделанные пластмассы, они, конечно, более скользкие, но смотрятся куда приятнее. Смотрите, решетка для динамика. Хорошая решеточка, алюминиевая. И вот уже мы проезжаем фонарь номер 17 и номер 18. И куда мы попадаем, посмотрите на эту ротонду. Все дело в том, что станция метро находится в здании Балтийского вокзала. Кстати, Балтийским он может называться теперь только потому, что отсюда ходят электрички до станции Калища, которое так и хочется назвать Калище, которое находится в городе Сосновый Бор, который то и дело называют Соснобыль. И, между прочим, не безосновательно. В свое время на Ленинградской АЭС действительно произошла утечка радиоактивного пара, причем в мой день рождения. Это еще было в 2009 году. Но надеюсь, что на новой Ленинградской АЭС такой проблемы уже не будет. Но это отдельная тема. А вот, посмотрите, какой-то шикарный барельеф. Вот красота так красота, нечего сказать. Вот так бы всегда. Вот такие вот каменные фонари с якорями. Ну, станция все же Балтийская называется. Вот тут выход на вокзал. Вот это, кстати, корпус, в котором находится камера. Посмотрите на него. Почему-то он затонирован. Причем так хорошо затонирован. Но кое-что там все-таки проглядывается. Я думаю, саму камеру внутри этого корпуса меняли уже многократно. А вот посмотрите на потолок. Вот сколько здесь вот этих лучей, Честно говоря, лично я Которые десяток лет уже считать не могу. Но их тут много. В принципе, освещение тут продумано грамотно. И, наверное, стоило бы показать, Как выглядит выход и вход. Пойдемте смотреть. Пойдемте смотреть. Вот, посмотрите. Тут какие-то такие классные двери Из ценных пород древесины. Хотя, конечно, я категорически против Использования древесины, Потому что это совершенно не экологично. Как уже показано в одном моем видосе. Ссылку на который я обязательно оставлю. Ну и вот, пожалуйста, мы выходим. Вот, смотрите. Буквы сделаны из латуни. До сих пор на металл не растащили. Надо же. А теперь полюбуйтесь входом. Посмотрите. Какие тут барельефы. Обратите внимание. Тут нет ни Сталина, ни Берии. Ну и Ленина, конечно, нет. Зато есть адмирал Нахимов. Адмирал Корнилов. И, конечно же, Лазарев. Который открывал Антарктиду. Ну и, конечно же, Ушакова не забыли. Вот тут, кстати, такие решеточки с пиками. Вот двери тут как были деревянные со времен открытия, да, так и остались деревянные. Что, конечно, не очень хорошо. Дренажные решеточки, пожалуйста. И полюбуйтесь потолком. Ооо. Вот это отделка. Такая топовая лепнида. И вот, пожалуйста, какая тут красота. Вот здесь все уже гораздо проще. Да. В общем, спасибо всем за внимание. Спасибо всем за просмотры. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Даже если вам что-то не понравилось. Ну и, конечно, если вам это очень понравилось, посмотрели сами, передайте другим. Буду очень признателен за репосты. До новых встреч.